ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В любой реформе есть цель. Целью нашей реформы, безусловно, являлась то, чтобы снизить рецидивную преступность, а как впоследствии этого снизить и количество лиц, отбывающих меру наказания. Мы констатируем сегодня то, что численность осужденных, отбывающих меру наказания в исправительных учреждениях, в Красноярском крае сегодня снижается. И снизилась за эти 4 года, скажем, на 3 тысячи. Это достаточно большая цифра. У нас сегодня впервые, мы за много лет переварили барьер 25 тысяч. То есть в обратную сторону, да. Меньше 25 тысяч. И сегодня у нас 24 600 человек. Такой показатель мы сегодня имеем. Даже за последний год там численность упала примерно около тысячи с лишним человек. Это первое. При этом я хотел бы сказать, что есть и такой показатель, как рецидивная преступность, то, что вы обратили внимание. Здесь пока мы не можем похвастать, что да, вот рецидивная преступность снизилась. Она не имеет. Это, например, рецидивная, чтобы объяснить, что этим, это когда... Рецидивная несудимая совершает новое преступление. Этот показатель, к сожалению, сегодня мы не можем констатировать, что он улучшился. Но в целом общая тенденция идет к снижению лиц, отбывающих меру наказания. Это первое. Поменялась категория лиц, которые там сегодня бывают. Сегодня у нас 27%, а за счет этого еще численность растет. Это лица, отбывающие меру наказания за сбыт наркотиков. Это 27 с лишним процентов. 18% это, скажем так, за хищение личного имущества граждан. Но это, как правило, зачастую совпадающие статьи, потому что воруют для того, чтобы употребить наркотики. 30% за боли тяжкие преступления, это разбой и прочее. Но и остальная категория связана с прочими преступлениями. Вот я знаю, что во время реформы было приведено такое, скажем так, переселение тех, кто находится у нас в местах лишения свободы. Каким образом? Есть люди, которые уже неоднократно побывали в тюрьме, а есть те, кто попал в тюрьму в первый раз. Это так называемая статья 80-я. Это приведение в соответствие. Статья 80-я. Это когда лица делятся по учреждениям, уже не по отрядам, а по учреждениям, в зависимости от того, кто за кое преступление бывает, меру наказания, и кто сколько раз судим. Да, это очень дорогостоящее было удовольствие. Мы перевезли из одного учреждения в другое свыше 15 тысяч человек только по краю. Что мы от этого имеем? Безусловно, это сказалось. Сказалось и на условиях содержания, и осужденных, и на дисциплину среди этой категории. И мы ожидаем сегодня, что это даст впоследствии или приведет к снижению рецидивной преступности. Ну да, то есть те, кто в первый раз попадал в колонию, они общаются с той категорией. У нас такие учреждения есть, но там же еще глубже гораздо идет дело, потому что есть опасный, особо опасный рецидив, это вот пятая колония, строгий режим, но отбывает меру наказания за это. Но это только верх айсберга, скажем так. Это все гораздо глубже идет, потому что в самой системе, внутри каждого учреждения создается тюрьма в тюрьме, так скажем, как говорят обыватели, о том, что мы сегодня создаем строгие условия содержания, отряды строгих условий содержания. Это лиц, которые, кроме карантина, это лиц, которые сегодня ведут себя недостойно, скажем, вбывая меру наказания, и они содержатся сегодня, по-старому можно назвать, в запираемых помещениях по 4, 5, 6 человек, не более того. Раньше это был просто отряд. Второе. Облегченные условия содержания. Это когда то, что мы раньше видели, секция, где проживает там 15-20 человек, и облегченные условия содержания, когда опять в комнатах уже, в комнатах проживают по 2-4, максимум 6 человек. И комнаты оборудованы, скажем, уже под жилое помещение. Ну и последняя, как бы, стадия этого, это центр экспериментальной подготовки к освобождению. Это уже почти квартира. Значит, вот это вот, все эти этапы, скажем, раздельное содержание, статья 80-го, раздельное содержание внутри колонии по условиям содержания, в зависимости от его поведения, так называемые социальные лифты, они, конечно, дают результат. И вот мы это реально ощущаем. На фоне сокращения личного состава оперативная обстановка в учреждениях края остается достаточно стабильной. На фоне этого мы еще видим и другую работу. Это работа, связанная с подготовкой людей к освобождению, работа психологов. Это вообще институт, очень важный для нас. Это новый буквально институт, да, для системы исполнения наказания, да? Вы знаете, вот в том формате, как он сегодня, да, это новый институт, новый, потому что меняются подходы совершенно, новые технологии общения с людьми. И даже здесь мы опять делим, понимаете? И работают психологи начинают не с момента прибытия его в колонию, а с момента, скажем, прибытия у человека в изолятор. Для любого человека это стресс, понимаете? На фоне стресса проявляются, ну, все качества, которые у человека есть, понимаете? И как никогда здесь нужна помощь психолога. И вот мы делим сегодня по западным вариантам. Делим сегодня по категории красный, желтый, зеленый, это называемые. То есть красные – это лица, которые имеют, ну, более тщательно требуют подхода, требуется отдельная программа с ними. Это лица, как правило, на взводе. Стрессы характерны суицидным отклонениям. Желтые – это лица, которые нуждаются в той или иной степени коррекции. И сделанные люди, которым нужно просто маленько помочь, скажем так. И это тоже очень важно. И с этим форматом, в этом формате люди приходят в колонию и с ними продолжают работать. Вы знаете, вот в комплексе, это можно так говорить, что вроде картинки, тюрьма и картинки, цвета и прочее. Это же люди. И люди оказались в какой-то сложной ситуации. Эта пословица, она никуда не ушла из жизни. Могут меняться строй, там, один, второй, третий, но везде это принято. Поэтому очень важно, мы считаем, что поменялось главное – это сознание сотрудников. Вы знаете, сегодня главная задача всего коллектива, может ли это вот такого понятия, как применение жестких мер воздействия, только в музее можем увидеть смирительную рубашку, значит, так и прочее, От этого все уходим. Сегодня условие содержания. Я могу сказать, ну, к нам приезжают многие изрубежные гости, в том числе, это же не одна колония, где показали, это вот в одной колонии, смотрите на носках, куда мы идем. Это вообще… Такая потемкинская колония, потемкинская деревня. Да, да. Нет, сегодня это общий подход, но у всех учреждений. И самое главное, что дала реформу за эти четыре года, и я считаю, это наше главное достижение, то, что поменялось сознание сотрудников. Это первое. И второе, поменялось отношение общества к сотрудникам. Понимаете? Для меня, может быть, самое главное, о чем можно говорить, то сегодня это уже не косорота в том, в общем, понимании, как оно есть, а люди, которые, ну, понимают, что это тоже работа, она тоже необходима. И люди, которые работают в системе, они, ну, делают свою работу, тяжелую работу, сложную работу, делают ее, ну, достаточно прилично, так скажем. То есть, я так понимаю, что у нас система исполнения наказания, она стала мягче. То есть, в каком смысле мягче? Это теперь не наказание человека, вот как раз, как было раньше, да, раньше это было наказание человека, посадили в тюрьму и сиди. А это именно вот то, к чему и призвана система исполнения наказания, это реабилитация человека, это его исправление, скажем так. Я прав, или пока еще до этого уровня не дошли? Вы знаете, само по себе, вот сам по себе подход, как бы, мягче, там, все говорят, что Тунис там дом отдыха стал. Вы знаете, самое главное для человека это свобода. Какая бы там клетка, даже золотая эта клетка. Вы знаете, это, я бы не сказал, что стало там, все стало настолько мягче. Не мягче стало, потому что мы сегодня открыли вторую тюрьму. Всего в Российской Федерации восемь тюрем. Две тюрьмы в Красноярске. Понимаете? И не потому, что Красноярск такой субъект, а потому, что, может быть, мы, как нигде, стараемся разделить именно вот Кесаро и Кесареева, да, если он нарушитель, если он бандит, если он там бандит, тем более организатор преступной группировки, он должен быть изолирован, если он не понимает этого, он должен быть изолирован. Я не хочу называть цифры, они, значит, значительные, значительные, что эта категория у нас сегодня находится в запираемых помещениях. Я могу с уверенностью сказать, что у нас нет ни одного телефона в следственных изоляторах и в тюрьме. Вот это я могу гарантировать. То, о чем говорят сегодня СМИ, и дорожат сегодня общество, не страшаются преступления из запираемых помещений. У нас этого нет. Там строго. Там все строго. Люди, опять же, и воры в законе, и члены ОПГ, все отбывают меру наказания, но в рамках закона. Там не ставится задача изгаляться, значит, унизить человека. Нет. Положено по закону. Отдаем. Положено по закону. Спрашиваем то, что положено. И вот эта вот, скажем, справедливость, значит, то, что на весах справедливости, это сегодня имеет результат. А что касается, чтобы не уникать человека, а вот помочь ему разобраться в душе, выйти на свободу, чтобы не быть необозленным, а тем более не зараженным этим вирусом, лагерным, скажем так, по-другому слову, как бы здесь нет, это очень важно. И вот здесь мы стараемся реально помочь людям, которые там находятся. И это является задачей уголовной исполнительной системы. Удалось разделить детей и тех, кто вот выпадает, как сказали, как говорят всегда, по малолетке, да, и взрослых преступников? Потому что раньше бывали пересечения, и как раз вот из молодых ребят воспитывались потом рецидивисты, преступники? Вы знаете, это вообще вопрос, вопросов, скажем так, потому что, скажем, генералы преступного сообщества, это, как правило, начинается с малолетки. И вот сегодня здесь у нас идет полейника такая, тоже поиск идет определенный в системе в целом, как правильно, есть даже такие суждения, что на малолетней колонии оставить до 25 лет, не передвигая никуда человека, ну, то есть, ему дали там 10 лет за убийство, в 15 лет, то он должен освободиться, можно ссудиться в 25 с этой колонии. Но я лично против такой методики, потому что это очень сложно удержать внутренние процессы потом, и потом это вообще очень сложно. И мы пошли маленько по-другому, по теме создаем молодежный центр, так называем, как ни странно это звучит для тюрьмы, значит, это на базе колонии общего режима, куда с детской колонии приходят лица, отбывающие это меру наказания, отбывают в изолированном участке, но там только те, кто пришел с детской. Они не имеют общения с теми, кто пришел с улицы, потому что с улицы тоже приходит разная категория, и мы стараемся их вести и выводим на колонию поселения. Я, к сожалению, не могу сказать, что мы в колонии поселения это разделили до конца, но колония поселения это уже почти общество, это свободное передвижение, свободное общение. Все равно человека надо приучать к этому, потому что он уже не будет на воле жить тоже изолированно от тех, кто освободился. Но здесь мы помогаем людям разобраться. Я считаю, что этот путь наиболее правильный, и главной задачей своей в этом направлении мы считаем, чтобы молодежь вышла профессионально подготовленная. То есть дать им профессию вот там. Совершенно верно, да. И не просто курочке дать, а дать им возможность получить трудовые навыки, чтобы он был востребован там. И не просто для курочки, для курочек, понимаете там. Мы сегодня учим и пекарей, и поваров готовим там. То, что наиболее для молодежи сегодня так, прям, каменщиков, строительной индустрии, если не развито, да. Водители, строители по ремонту автомобилей. Ну, куда молодежь может подтянуться, понимаете, да. Техникум, поступление, возможность поступления в ВУЗ для тех, кто, ну, не имеет какого-то России по Красноярскому краю, Владимир Шаишников. 为了 thế Yuk 杨 К 杨 杜